всем привет часто говорю да вот это слово привет все здорово то есть часто здороваюсь то есть если честно вот я когда на работу прихожу ли вообще какое-то общественное место я тоже так же говорю здорово там всем пацаны и вот знаете такое ощущение что я сейчас начну кому-то что-то сейчас опять задвигать да какой-то обзор вести и так далее то есть но и просто ассоциация реально на рабочую именно такая же когда я с кем-то здороваюсь и так ладно суть сразу к делу то есть без монтажа как обычно сегодня без вставочек под музыку и так далее вот автомобиль тойота авенсис первой серии это у нас чудо рестайлинговая версия вот данный аппарат то есть 130 тысяч рублей это вот сейчас если взять по пятере да то есть положить сюда в руку стоит нудить это мало то есть ну чтобы было понятно то есть это мало тем более что у нас toyota там сидела японец надежность то есть смотрите конкурент у этого автомобиля допустим их много maza 626 honda accord да то есть но реально вас большого множества также запустим можно взять посад какой-то и вот допустим когда люди ищут вот типа такие вот автомобили за такие суммы то есть они не упираются рогами знаешь и что им нужен чисто авенсис да тут как бы смысла нет нас за этой моделью есть какие-то варианты там есть не бывает заряженных то есть ему что надо человеку чтобы она просто как бы ехала то есть состояние то есть отталкивается от состояния также как и вот наш владелец этого автомобиля он проискал все объявления по нашей области то есть и нашел вот такой вариант то есть ему показалось что более-менее более-менее мы сейчас конечно же оценим мы его проверим на ходу это автомобиль то есть посмотришь что работает что не работает именно в салоне и так далее вообще сам по себе автомобиль он простой то есть как повторился версии заряженных не бывает то есть вот я знаю вот это реально 90 года 90 и вот на сегодняшний день 2016 год вот 20 лет до уже скоро будет как прошло это понять теперь ни хрена не поменялось вот ничего не поменялось стандартная схема что под капотом что в подвеске сейчас дойдем до этого сейчас покажу вот что я хочу показать подкапотное пространство как это все дело выглядит во первых вот наш двигатель это 18 также дублируется вот таким шильдиком как делает допустим те самые бмв 18 ну чтобы все издалека уже люди представляют внимание что за автомобиль как бы из себя вообще представляет вообще сюда ставится 16 18 2 литра также и смотрите дизелек 2 литра дизелек есть такой ну как я отношусь к дизелю это отдельная тема это надо делать тонкий анализ до рассказывает как плюсы как минусы но вот поверьте на слово мне от всех знакомых у моих знакомых у кого есть допустим дизельный автомобиль да именно эти имеется ввиду старые такие машины уже там 90-х или начало двухтысячных у всех абсолютно проблемы вот были у меня вот взять ваню у него была не сам премьера дизельная там какого-то 99 лохматого года подтек сальник передний он его поменял и когда вставил 100 это новый он начальной отверточкой проткнул эту крышку допустим боковую до двигателя то есть он потом его заварил несколько раз потом заказывал пришла не эта крышка в итоге он поставил собрал и продал на дизель сейчас ездит на бензине уже какой автомобиль поменял также мы есть корич такой саня тоже посад у него был он у него был где-то гидроудар то есть просто хряпнул водички немножко водить машина как бы ну и гидроудар получился то есть двигатель то не ломается по идее да то есть это чисто какие-то внешние факторы вова вот снимали на этом же месте его машину audi в кузове c4 audi a6 ну капиталка это понятное дело это тогда еще говорил 100000 отдал но сегодняшний на сегодняшний день у него уже турбина ест масло со всеми вытекающими проблемами то есть то получается что все знакомые которые вот имеют владеет владельцы таких дизельных двигателей у всех проблемы также допустим далеко ходить не будем вот такой вот вариант вот toyota avensis у оператора был такой начальник кличка уважаемый погремуха была такая так вот у него был дизель и вот он каждый день с ним ковырялся каждый он на автобусе на работу ездил вы представляете но всего там толкали что-то какие не делали то есть он начальник руки чистые по идее да но постоянно ходил весь вонял дизелем потому что он тоже были проблемы хотя вроде бы по отзывам говорят дизель здесь надежный но а какой надежности можно говорить вообще даже вот это слово можно вот так вот исключить из рациона до употребляемых слов потому что машине уже какой второй десяток правильно скоро будет то есть о надежности говорить здесь не нужно также вот допустим у нас 7 а и то есть оригинальная наклейка еще осталось вставляете сам по себе простой двигатель никаких фазорегуляторов просто обычные допустим тоже самый 16 нашем случае 18 сделали просто напросто камеру сгорания побольше все получилось 110 лошадиных сил машина для целого веса едет обычно то есть вот она просто напросто стандартная схема каких-то тут 2 и 7 2 и 2 там не бывает максимальный двухлитровый двигатель мне такое ощущение что здесь чего-то постоянно не хватает вот здесь допустим не хватает крышки то есть если я отталкиваю от состояния да допустим если вы будете брать и там нас радиатор допустим dance а идет он маленький такой радиатор идет здесь в принципе состояние более менее то есть смотрите если допустим покупать такие опять варианты за эти деньги то есть приблизительно выставки с тем же самым но опять же на вид досмотреть я думаю что смысла нету надо конечно же просто проехаться опять же и понять что он тянет и тянет какие посторонние звуки то есть сейчас конечно же я вся слоня об этом расскажу то есть есть чисто мои такие вот ну предпочтения вообще если творите вот это тойота как бы тугну а вентис да то есть кто помнит кто старые там вот мы как бы зрители знаю что тут у меня был ланос в свое время то есть первая на марка чего вообще начинал ну если можно знать иномарка я ланоса допустим так вот он внешне примерно такая же вот ланоса было как вот у этого автомобиля но эта машина гораздо лучше я когда покупал 2009 году ланос я купил за 210 тысяч рублей конечно же если бы был такого варианта вентис я был тоже приобрел потому что эти машины в те времена они стоили дороже просто машина по самому себе понятное дело лучше но греха таить не буду ездил на таком автомобиле в качестве пассажира на заднем сидении это был 2001 год насколько я помню то есть я тогда был мотоциклистом можно сказать байкером то есть ездил на мотоцикле и честно сказать я был просто поражен вот показываю чтобы далеко не ходить легкие двери вместо сзади кстати почему-то предостаточно это реально вот я сажусь за собой то есть вот пожалуйста так получается да это автомобиль для класса но снаружи он выглядит автомобиль как приора имеется ввиду размером не больше хотя здесь вы сами видите что вы просто откуда столько места здесь и я вот помню в те времена еще тоже когда прокатился на этом автомобиле я просто так кайфовал а то какая здесь подвеска то есть вы даже не представляете как она мягко ведет вот именно машина стоит на дороге то есть им получается в те времена вот этим автомобилем была такая вот уготована судьба что как будто бы автомобиль хорошо управляемый да у нас комфортный и плюсом по идее как бы простой то есть соединений там немного но опять же сзади вроде бы независимая подвеска то есть уже не балка стоит эти не балка но автомобили реально мягкий вот просто металла понравилось то время по поводу багажника я вот даже с этим не открывал еще но я заглянем посмотрим то есть кстати вот пожалуйста багажник тоже большой то есть принципе сидение складывается вот такой у нас кузов бывает нас лифт-бэк бывают универсал если честно внешностью универсал вообще видели вот парень если никто не видел ни разу авенсис универсал в первом поколении вам сейчас загуглите вы прямо сейчас загуглите оставьте паузы такое некрасивое я еще не ее создание реально то есть там фары практически такие же остаются но здесь такой кубик рубик получается и конечно смотрится не алё а так наш вариант черный хотя там еще 2001 году тоже черный был вариант никакой нас лаги нету как бы но все равно я помню именно тот вот ту поездку то есть я ехал реально к фуал честно говоря даже вот обидно прошло то вроде немного лет то есть 16 лет прошло допустим того самого 2000 года до стих ребенка это машина выпускалась по сути это вот это реально малый срок люди просто сидят больше понимаете и как может так дизайн измениться то есть внешне машина она настолько устарела то есть она реально уже на сегодняшний день не смотрится никаким образом то есть у toyota видите небольшой какой то просчет в плане дизайна все равно вот есть то есть даже если брать какие-то новые автомобили обратите внимание они очень быстро стареют именно в плане внешности да именно дизайна эта машина постарел а также если брать вспомните аккорд Есть купешки, видели, как они вообще выглядят Вот этих же годов, просто самолеты Взять какого-нибудь Мазду, допустим, там Шат Вашистая Тоже какой-то есть, там Кседоса, да, всякие Допустим, взять Митсубиси Вот у нас был Мираж, у нас был Галант Вы вспомните дизайн вот именно этих автомобилей То есть у этого машины, у этой машины Она пускалась до 2003 года Дизайна просто никакого не было Но когда она была новая Это еще те времена, когда люди не были избалованными Эта машина, конечно, смотрелась И была вот просто вот красотища То есть, ну, не может сказать, что люди любовались По крайней мере, в наших городах, вот именно в маленьких Это было именно так У нас кожаный руль Я думаю, что это все-таки с завода, потому что он весь затертый То есть, обычная приборная панель Отсечка 6000 У нас пробег здесь 205 тысяч километров По поводу вообще Вот дизайна Внутреннего салона, ну, магнитола Такое ощущение, что это обклеили карбоном Хотя это, опять же, тоже с завода такое дерево То есть, если в Toyota Crown Почему-то это смотрелось Здесь почему-то вот как-то вот он не очень То есть, если бы, наверное, черный какой-то пластмассовый лабый Обычный, был бы повеселее Хотя, ладно, на вкус и цвет То есть, кондиционер Вот, тростиковый привод То есть, я вот здесь резко так вот кручу И слышно, как вот эти воздуховоды, которые вот эти лопасти ходят Слышно, как они здесь шевелятся Здесь у нас маленький бардачок, подключик А так, мягкий материал Видно, да, что базара нет Сделано качественно По подвеске Мягкая Ресурсные двигатели Вроде все это все хорошо ездит То есть, если брать, да, то, наверное, брать лучше до рестайлинга Когда вот и не начали что-то выдумывать Не стали ставить вот эти фазорегуляторы То есть, простой двигатель и так далее Ну, естественно, небольшой расход А так Вот оригинальный ключ Я думаю, что в тех еще времен То есть, вот как он выглядит То есть, опять же, если честно Можно даже до сих пор, на сегодняшний день У некоторых производителей Получиться делать ключи Так Значит, смотрите, какой у нас косяк Сразу Просто машина ездит Она трудится каждый день Но у нас троит двигатель То есть, только что были заменены Высоковольтные провода Ничего у нас не произошло Не помогло С чем это связано, пока неизвестно Но владелец говорит Я, говорит, езжу Говорит, я что, куда-то Деньги уплаченные Говорит, отдал 130 тысяч Пускай работает Говорит, ну, думаю, что хуже не будет А так-то есть небольшой стук То есть, двигатель неровно работает Возможно, это или зажигание Или все-таки что-то с топливом Потому что, когда газ нажимаешь Когда начинается ускорение Когда газ в пол Вот это троение пропадает Я думаю, что все-таки делают Что-то связано с топливом А так Интересная вот у нас Такая особенность Вот для тех лет То есть, не первый раз уже встречаем Вот здесь режим эко есть То есть, нажимаешь Он пропадает Я не знаю, насколько это Экономайзер или экономер Вообще Полезная штука Но она, по крайней мере, есть Очень мягкое сцепление Ход на вот такой вот То есть, реально очень маленький Хорошие тормоза И честно сказать Вот честно сказать Мне нравится, как машина это едет Вот это троит Вот газ в пол Нажимаешь Все Троение пропадает Начинается более-менее Какой-то разгон Ну, конечно же 1.8 110, сцепление силы разгона Особого не будет Но Мне просто хочется Показать Именно управление Если честно Это, наверное За последнее время Тот автомобиль Который в управлении Лучше себя всех повел Серьезно То есть Брать того же самого Мираж Да, Митсубиси Брать какую-то мазу Вот мы снимали Дел с третьего года Эта машина Лучше всех рулится Я не знаю Чем это связано Ну, по крайней мере Может быть Настройки гидроусилителя Настройки самой рейки И так далее То есть Ну Мягкий руль И в то же время Хорошая отзывчивость Плюс Мягкая подвеска 100 И Пятая передача То есть Получается Где-то 2.600 Это Я вам скажу Что неплохой результат Серьезно Даже на более-менее Современных автомобилях Типа Ланцер Там какой-нибудь Двухлитровый На механике Там будет больше Именно оборотов То есть Получается Что все-таки Передачка Пятая у нас Подлиннее И работает гораздо лучше Вот Стоим Какое-то троение То есть Звук такой То есть Вот просто Полурозник Понятное дело Тут в одно касание Три раза не мигает Да Но Смотрите Знаешь Некоторые люди Бывают ехать Едут И хотят Допустим Не включать Постоянно То есть Щелкать Может быть Не хотят Механизм Берегут Я не знаю Включение И некоторые Просто так вот Нажимают И у них Мигает Допустим Да Поворотник То есть Здесь Ничего не мигает Здесь для того Чтобы что-то Мигнуло Нужно Постоянно Щелкать Постоянно Щелкать То есть Просто так Мигнуть Один раз Или что-то Сделать Нельзя Если честно Вот Второй раз Убеждаюсь Что все Сцепление Очень классное То есть Я на автомате Все-таки Уже Прилок ездит Но С мягким С этим сцеплением Проблем Вообще Никаких Нет Можно Использовать Как учебную Машину Реально Даже Никогда Не заглушнешь Никогда Не завалишь Экзамен По Автовождению Не В принципе Машина Доставляет Только Каких-то Удовольствия Только Если Не брать Именно В расчет То что Троит Двигатель Соединит Коробка Подвеска У нас Какая-то Тоже Не самая Лучшая Настроенная Потому что Сзади Какие-то Аварийная Топочка Обогрев Заднего Стекла И Зеркал Также У нас Есть Обогрев Допустим Лобового Стекла Но Я так понимаю Не лобового Стекла А зоны Покоя Дворников Я знаю Если Действительно Такая функция Была То Конечно Круто Но В нашем Случае Мы Никакую Ниточку Здесь Не Нашли Опять Потому что У нас Стекло Давно Не Оригинал Тут По крайней Китайское Самое Дешевое Стекло Ну Я думаю Что Это Оно Есть Зона Покоя Дворников Потому что Обычно Когда нажимаешь Такую Кнопку У тебя Или Сосисил Печка Начинает В лобовую Укудуть Или Действительно Спиральки Начинают Греться Я думаю Что Связано Не Оригинальной Лобовушкой А так Вот Здесь Такая Причудливая Форма Штука Как будто Не отсюда Снята Другая Машина Вообще Вот Именно Наш Автомобиль Требует Ну Не срочного Да Но Вмешательства В любом раскладе То есть Сама цена Ну Говорит Сама За себя То есть 130 тысяч Это реально Мало То есть Если брать Экземпляра За 200 То Пожалуйста Вот Такой Силуэт Перед вами Восстает Где В принципе Можно Эксплуатировать Каждый день Как Такси Да Так Как И Семейный Автомобиль То есть В принципе Я думаю Что Если сюда Еще 3030 Вложить Как минимум Имеется Ввиду В техническую Часть Просто Будет Идеально Просто Говорят Мне Вот Зачем У тебя Друзья Взяли X-Trail Допустим За миллион Семьсот Если Эта машина Столько Не стоит Знакомый Допустим Взял Кило Оптиму За полтора Лимона Ему Говорят Что Зачем Типа Не для Нашего Севера Слишком Низкая Передний Привод Так Получается Что Брать Вообще Вот Так Вот По Комментариям По Которые Пишут Люди Что Брать Это Что Ли Получается Брать Возможно Для Кого То Вариант Возможно Для Кого То Нет Но Если Взять Кредит Допустим Просто Представьте Семьсот Тысяч Рублей В принципе Небольшая Сумма И Взять Допустим Логан Новый На Сегодняшний День Допустим Ты Будешь Ездить На Логане И Каждый Месяц Ты Будешь Отдавать По 15 Тысяч Я Сейчас Никакой Банк Не считал То есть Приберите Напускай Ты будешь Весь Сдавать 15 Тысяч Рублей Но Представь Что Если Ты Возьмешь Вот Эту Машину За 150 Тысяч И Каждый Месяц Сюда Будешь Вкладывать Те Самые 15 Тысяч Как Ты Суду Отдаешь В Банк Ты Будешь Вкладывать Сюда Даже Если Машина Не Требует Эти Денег Ты Каждый Месяц 5 Лет Ты Будешь Отдавать Эти Деньги И Что Будет Через 5 Лет С Автомобилем Представь Он Будет Как Новый Просто Он Будет Как Новый А Если Ты Ездил На Логане И Отдавал Те Самые 15 Тысяч Банк То У Логан Из Того Что Мне Люди За Деньги Установили Не ту Программу Виде Редактора Которая Мне Допустим Нужна То Я Сказал Мне Нужен Sony Vegas 13 Мне Немножко Другое Sony Movie Редактор И Я Зашел Сегодня Туда Мне Нету Времени Переделывать И Понятие Также Сетят Весь Вечер И Ремонтировать Это Видео Более Менее Как-то Соединять Поэтому Сегодня Без Монтажа Ну В принципе Как Я Люблю Вот Такие Дела Это Тойота Avensis 1.8 110 Лошадиных Сил Стандартная Схема На сегодняшний День До сих Пор Нихрена Не поменялась То Четные Цифры Такие Мож Составляющие Меняет Только Дизайн И Ухудшается Качество Именно Внутренних Вот этих Составов Там Пластмассы И так далее Всем спасибо За просмотр Всем пока